всем привет дорогие друзья нет сегодня 24 июня в турции очень важный день день выборов сегодня мы выбираем президента и депутатов парламента каким образом проходят выборы в турции к сожалению там снимать нельзя я постараюсь снять бюллетень когда буду в кабинке голосовать но прежде чем идти на голосование нужно кстати в алане всего около по-моему 110 районов и прежде чем идти на выборы нужно посмотреть если вы в списках или нет нужно идти к районному старости взять вот такой вот открепительный бюллетень где написано ваше имя адрес в общем номера документов и так далее и дальше с этим открепительным удостоверением можно идти на избирательный участок сегодня будет два бюллетеня выборы со списками кандидатов президента и парламент слушайте счет я запыхалась жарко очень жарко чем отличаются выборы в россии от турции кстати в турции есть такая особенность что прописано это в законе если человек не голосует то его штрафуют я тут поспрашивала у местных на самом деле штрафуют но штрафы мало говорят кому приходили например человек находится где-то в другом городе и и для своего местоположения не успел взять открепительное удостоверение и не проголосовал в общем бывают штрафы также не разрешают снимать башка тюркеда сечен корала не вар где заварь башка не варь интересанно а ну да то все то же самое идете с своим айди со своим паспортом вот с этими открепительными удостоверениями голосуйте да где проходят выборы выборы обычно проходит в школах воскресенье сегодня воскресенье в общем мы сейчас идем недалеко от нашего дома будем голосовать школе сниму все что смогу и как я уже сказал постараюсь снять сам бюллетень около нашего дома есть вот такой вот классный парк ну вот так вот выглядят боковые улочки около нашего дома кстати сейчас очень жарко на улице ну к 40 наверно точно температура приближается время три часа дня самая жара сейчас мы идем в школу на голосование а потом уже пойдем на море купаться к крепости в общем друзья прошлом видео я вам показывала боковые улицы вот так вот выглядят тоже бумоку вот так вот выглядит боковые улицы около нашего дома ай и вот это уже забор школы видите заезжают машины здесь на нашей улице кстати очень много отелей и различных вот таких вот но это не старые турецкие дома такие более или менее новые мы уже подходим к воротам школы кстати одновременно покажу вам как выглядит турецкая школа хотя бы снаружи потому что изнутри снимать мне вряд ли конечно разрешат в общем не будем рисковать и так же снимать в турецкой школе чтобы снять в турецкой школе где находятся дети нужно брать разрешение министерства образования в общем вот так вот выглядит стандартный двор турецкой школы кстати здесь каждый день дети поют гимн перед бюстом от а тюрка вот такая вот она обычная турецкая школа вот так вот выглядит лицей и здесь мы голосуем сейчас готовим документы у айхана паспорт у меня удостоверение личности и идем вот в этот кабинет так друзья очень большая очередь снимаю вам быстренько как выглядят бюллетени вот это на президентские выборы естественно я вам не скажу за кого голосую и вот это выборы депутатов парламент нужно вот такой вот печатью поставить да и запаковать вот в этот конверт его заклеить и уже бросать в урну я уже проголосовала его так вот выглядит друзья коридор школы народу было немного все быстро быстро проголосовала не спрашивайте за кого мы голосовали пускай политика и личный выбор останется у каждого здесь выставка небольшая например вот это было был конкурс по чтению гимна турции различные мероприятия выставлены в общем вышли мы из избирательного участка в школе мне подошли ко мне запретили снимать сказали без разрешения ничего снимать нельзя в общем мы проголосовали как вы знаете референдум в прошлом году в турции был референдум и из парламентской республики турция превратилась президентскую и сегодня мы выбирали президента и партию которую бы мы хотели видеть большинстве в парламенте еще раз говорю друзья не спрашивайте за кого мы голосовали потому что это личное дело каждого кстати в этом же году были президенты выборы президента российской федерации выборы также были в олани и на моем канале есть видео о выборах президента российской федерации как голосовали оланицы в общем вот а у нас такая вот классная погода видите около дома у нас есть вот такой вот парк парк гастерджем спортивные всякие снаряды мама это специально для тебя можно покачаться на всяких разных тренажерах и я их всякие разные айхан гель ради гель можно в общем заниматься айхан харгюн гелем выбора а чё козлы я пьем сезон а бум бум очень быстро и одной рукой держи обитана сбитана в общем вот такие вот здесь классные тренажеры ну а сейчас мы пойдем на море я думаю что там очень много народу видите активно занимается спортом так пять минут пять минут раз год все вот так вот друзья выглядит наш райончик и через дорогу здесь у нас еще один парк тоже с небольшой детской площадкой я всегда очень много кошек сейчас на площадке никого нет потому что очень жарко и я думаю что сейчас все стревожены результатами выборов все сидят у телевизоров вот это точно вот айхан сказал что избирательные участки закрываются в пять в шесть часов начинается подсчет голосов и тогда на улицах вы никого не увидите в кафе будет народ сидеть в ну конечно же дома в общем ждать ждать результатов выбором возможно будет второй тур но об этом мы узнаем только завтра вот сейчас мы уже подошли к магазину шок друзья если хотите чтобы я сделала подробный обзор на продовольственные магазины напишите в комментариях на продовольственные магазины где мы покупаем еду напишите в комментариях тогда я обязательно схожу и сделаю обзоры на каждый магазин показывала раньше около уже практически во всех районах аллани поставили вот такие вот корзины которые можно закидывать вещи игрушки книжки которые будут потом который потом мэрия собирает и раздает всем нуждающимся в алании мы тоже иногда сюда кидаем мы пришли в магазин шоу а сейчас мы с вами прощаемся увидимся в следующих видео всем всего хорошего пока 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 и конечно же приезжайте в аланию ну и как пост скриптом показываю вам каким образом происходит это по телевизору вот таким вот образом идет подсчет голосов и это будет до самого позднего вечера как я уже говорила у нас сегодня выборы президента и депутатов парламента и так же показывают по различным городам сейчас например стамбул в общем все это будет происходить до вечера и только завтра мы знаем кто же победил и будет ли и и и